доброго денечка или вечерочка да и просто хорошего настроения с вами зипа и снова мы находимся в звездных войнах в прошлой серии мы попали на кашиик где ну мягко говоря нас попытались сожрать то большие черви то огромные огромные просто при огромные пауки неимоверно огромные растения еще какие-то твари которые ползают ну короче говоря естественно и штурмовики куда же без этих и без этих уродов короче нам нужно найти предводителя вуки волосю чих этих маленьких и не очень совсем не маленьких вуки двухметровых и поэтому мы решили искупаться в болоте после чего я закончил серию поэтому просто погнали не будем задерживаться и просто продолжим я пока что не помню что делать я вспомнил это короче этим большие батуты есть в общем короче они прячутся а а потом в последний момент выстреливают тем что на них наступило или кем хорошо беди что это его пончо так короче смотрите мне как-то вот по этой стенке надо было пробежаться и зачепиться я правильно понимаю или нет не понял я нифига не понял и чё я больше скажу если ты упал то не так-то просто сюда вообще блин подняться нет мне кажется вот это вот надо вот это место использовать как-то но стреляет она выстреливает чисто направленно что они предлагают мне там что-то показывать я пока якобы мне туда может проплыть просто надо да и все мозги не делать там же есть проход верно вот здесь вот этаж проход верно и там по моему можно подняться на берег тут паук мне уже ждет ни один блин сейчас они меня с халат по-быстрому давай сюда беди пока не поздно там еще он червяк этот ползет вонючий капец как так-то а а а готова но слишком как-то тяжко это все далось смотрите вот там от звук есть ой что ж господа и дамы что-то просмотры очень сильно упали я не знаю с чем это связано возможно это связано с проблемами на ютюбе возможно с моим контентом не никто же ничего не пишет кроме одних и тех же людей ладно унывать не будем легочница при возникновении угрозы легочница направляет внутренней полости воздухом чтобы казаться больше если слик все еще пытается полакомиться ее листьями легочница выпускает обратный воздух чтобы избавиться от паразита чем эта штука считает нас паразитом а если ты до сих пор не поставил like поставь пожалуйста лайк это помогает это продвигает это стимулирует но между буки лесом понятное дело связь они же лесные жители полностью лесные такие что лесные что любой лесной житель позавидует интересно да все таки вот допустим вот эти существа как такие как вуки да они вот смогли свой лес защитить мне может туда у меня мне кажется он туда мне надо но показывает куда-то но я не знаю зацепиться я точно не смогу а ты блин все гениальное как бы говоря просто да знаете что сейчас попытался на кнопочку control подсветить предметы явно из какой-то другой игры где можно было на control или на альт на shift на любые другие клавиши подсветить нахер я сюда блин упал вот это вот зачем произошло сейчас там игре должны встретиться с а что то у меня сегодня с аддикцией 1 2 3 елочка гори старфулом давай давай быстрее время теряем время деньги так сюда а я понял можно было бы бесконечно прыгать здрасте пожалуйста я ваша тетя вы прорвались это вождь старфул я здесь по заданию эна кордовы он искал артефакт зефа найдя его мы сможем спасти джедаев кордова обрел мудрость на вершине первого древа ищи ответы там большое даже не знаю откуда начать что ж возможно ты найдешь путь через корневую систему но большая его часть под водой возьми эту маску спасибо что вы собираетесь делать то что можем продолжать бой удачи надеюсь увидимся после разговора с гризом клбе отправился на поиски марии тарфула так хорошо ки дала маску которая должна помочь добраться туда где две группы разделились теперь кого предстоит добраться на первое дерево про лесных жителей что-то я заговорил и тут вспомнил сразу и лесных жителей которые более крутые на самом деле и интереснее выглядят это эваки эваки потрясающий просто это маленькие такие похожие на медведей существа они просто крутые крути крутецкие крутые а в детстве у меня был фильм такой она называлась битва за эндор я не знаю восьмидесятых годов фильм и насколько я помню его тоже джордж лукас снимал поговорить под землю под водой и в общем смысл в том что я и тогда не знал что это во вселенной звездных войн происходит там в общем какая-то раса упавший звездолетом в общем мальчик выживал и там были эти мишки с которыми познакомился главный герой низколетящий десантный корабль и эти также известны как боевой штурмовик республики являлся вооруженным транспортом который использовался больше больше большей большой армии республики во время войн клонов и первые годы существования империи его маневренности надежность обеспечивали войсками быстрым десант быстро десантирование эвакуацию в сложной боевой обстановке применялся на местности с разными типами рельефа и варьирующимися климатическими условиями а потом потом уже я познакомился но там фильм такой знаете более детский и он больше похож на сказку и получается уже потом после этого я познакомился с линейкой фильмов классических про звездные войны это четвертая пятая шестая часть кто не знал лукас именно их первыми снял снял их потому первыми что были свои проблемы тогда то есть та задумка которая он придумал мешало ему реализовать то что он был слишком требовательный а технологии те которые были на тот момент компьютерной технологии они не позволяли сделать то что он хотел и поэтому сделал и создал те фильмы первыми чтобы заработать денег чтобы реализовать первые три части которые более компьютерные графические и технически требовательные мало кто знает об этом да вот если вы не знали об этом то напишите обязательно комментариях отлично будет 4 стимпак что неимоверно полезно получен контейнер и самое забавное что мне все они все восстановились а мне вон туда это наверно высоко было да интересно то что почему-то почему-то не повреждение мне не повреждается он с такой высоты и него и земли да хоть обосрис ты там я доберется он до меня даже тарфул не мог их сдерживать они не остановятся пока всех не уничтожит а блин еще мне пьет это же этот кислота вонючая которую он там расплескал короче нам походу вниз ну да вот и у джорджа лукаса были еще промежуточные фильмы например битва за индор который я уже говорил она как бы локальная то есть если брать полностью звездные войны они идут общая такая картинка то есть полеты в космос и прочее там конкретно на одной планете все происходит конкретные практически в одной локации среди небольшого количества персонажей но это хорошая идея была правда вниз спрыгнуть ну вправо надо было полости а это я тупо ну ладно извините простите не надо было просто прыгать тут все нормально и так а и чем меня потом смущало в этом фильме и потом когда немножко повзрослел думал блин да как так то почему они связаны звездными войнами если ну вселенная дна если там была колдунья короче думаю какая колдунья оказывается эти колдунья сущих уже существовали да что такое ну ну что ты говоришь они оказывается существовали и вполне себе нормально как-то их а кстати в этой игре про них будет сказано потом в будущем не обязательно посмотрите этот сериал до конца там будет про них рассказано не все время смущают эти вот красные цветочки которые пытаются ужалить за жопу здрасте там вон ракетометчик ваш чумачачий это гиота кусок меня просто это добивает как как можно было сделать но настолько тупого штурмовика это верх идиотизма просто тупее сделать было невозможно он ракетометчик я не знаю там как как их и назвать правильно он стреляет в своих просто неважно кто там перед ним и вообще вы что думаете по этому поводу обязательно пишите комментариях я с удовольствием прочитаю ваше мнение а бедди между прочим был на спине все это время никуда не пал не ползал никуда не лазил ни в какой ящик вот там чё ничего да ну окей поползли мне как-то нехорошо беде спасибо беде так сейчас тут какой-нибудь тоже будет идиота как думаешь если бы мы не вмешивались империя бы также обрушилась на кошек джедая должны быть символом надежды а я привел сюда инквизицию марии тарфул доверились мне а я снова подверг их опасности так сохранимся пожалуй потому что прошлое сохранение вы помните да где туда серия началась дерево посмотрим что можно на одно очко купить но я наверно ничего не буду покупать потому что там совсем чуть-чуть достаточно 2 и посмотрим что можно на 2 купить открыть или купить но неважно не суть замедление атака с воздуха и толкнуть ближайших врагов при приземлении то есть пробел ф как-то все сложно пробел ф не знаю даже вот хп можно будет кстати повысить или steam паки то есть но что-то одно из этих двух я точно возьму поэтому просто просто здесь сохранимся отдохнем восстановим силы и steam паки и пойдем дальше так вот здрасте просто просто дебилы кстати это черный упал за борт скучать я конечно же по нему не буду но он упал по факту ну да я уже на месте почти вы гляньте крысёныш в браке играет в джедая а я сказала гранд инквизитору что ты усвоил урок и больше сюда не сунешься ведь мы растоптали ваше жалкое сопротивление приятно ошибаться красотка конечно куда же без серфинга по грязи ой быстрее можно ехать интересно в этой игры есть трассировка лучей просто у меня то ее по факту нету потому что я держи нищеброд с какой-то 1660 супер она не rtx как известно а куда мне ползти наверх нет ой ах ты да блин почему он не схватился то сволочь хватайся вот на вон вниз надо на самом деле на другая грязевая ванна ничего будем молоды и свежи буник буник часть придется стимпак использовать с такими-то успехами ой а охренеть вам где-нибудь какой нибудь игре доводилось так удирать так эпично и удирать о чем ничего сейчас серфер серебряный серфер почти а чё что это такое 9 с другой стороны она прослушивает переговоры не будем упрощать ей задачу это было какая-то хрено и налетающая и микро и мне кажется это будет проблема а да это будет проблема такие ящички на дне тоже неплохая штука опять таки как я уже говорил в прошлой серии или позапрошлой серии короче в какой-то из серии по star wars именно по этой игре я говорил что вот эти все персонализации касающиеся внешнего вида меча абсолютно бесполезны абсолютно и могли бы разработчики немножко чуть-чуть под напрячься или выпустить какой-нибудь dlc например который позволил бы это с пользой использовать то есть я собираю там меньше определенной он дам дает какие-нибудь преимущества небольшие то есть не надо говорить о том что там убер какой-то меч собрать и все и ты и ты нагибатор ну чё-нибудь чуть чуть помощнее там там больше хп больше урона там инквизитором всякую такую фигню можно было добавить но согласитесь был бы было бы круто что меч персональный они просто внешний вид у него поменялся ладно опять-то мои недовольства стим паки или не стим паки а максимальный запас здоровья тоже полезная штука но и стим паки полезная ой все таки хп возьму увеличен максимальный запас ну шкала такая существенно больше стал один на треть наверно спускайся не хочешь а если вот так сделать еще один пришел класс а чего вас так мало тут я вообще не на самом деле какую-то способность к связанную силой не использовать просто потому что они быстренько тебя вот тут еще этот червяк приполз вообще охрененно нужно их нахер а чёрт я думал там никого лоха плохо плохо у меня сила закончилось классно всегда хотел промазать силы которые так не так уж и много да ёшкин ты кот ой красиво не поверите знаете о чем я сейчас подумал о том что я не использовал против этих насекомых блок понимаете по какой-то причине я почему-то щит посчитал в себя в голове о том что он бесполезен но это блин не так ни хрена не так вот это тупняк что это есть давай-ка посмотрим материал пончо скиталец я уже говорил не особо полезная штука абсолютно а мне нравится к шеек даже никто не успел очухаться что произошло мне нравится к шеек не потому что здесь такие не неимоверно огромные твари и довольно опасные существа типа вуки живут а потому что здесь но прикольно все как-то и к и куда что он там просто просканировать то хотел а семечко думаю грязу она понравится главное чтобы не выросла слишком высоким как первое дерево до туда наверх же я не смогу подняться верно оттуда я только могу спуститься а нет я ошибся и это жопу то свою спрячь а то ж кто-нибудь куснет вот сюда да иногда полезно смотреть карту с этим вообще не поспоришь а когда играл black mess у меня так напрягало то что карты нет никакой но с другой стороны эпоха тех игр она же совсем такая но более хардкорная была чем сейчас игры сейчас игры более кинематографичные мы не знаем опасно она или нет это она сбила истребитель девятой сестры кучу помощников указателей не понял а чё наркота какая-то да что чем-то накрыла то почему буль вставай еще раз я все время падаю учитель вот как хорошо воды опять и поднимайся снова только так ты научишься не позволяй своему эго и отговоркам стать у тебя на пути отпусти то что боишься утратить и соберись тряпка соберись тряпка чуде это надо двойной прыжок дали блин это такой кайф наконец я пришел к тому что было до истребления до смерти мастера топала все короче кайл полностью вспомнил все свои умения он полностью вспомнил все это я тупанул задумался просто фильме вспомнить все со шварценеггером у фильма есть ремейк с как этого актера то зовут то я уже не помню которые в главной роли александра сыграл фильм александр и колин фаррелл во с колином фарреллом это ремейк фильма вспомнить все сможем помочь ой не вовремя ой 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 кайл 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 проснись твою мать арфул дружище теперь я понимаю это дерево связует ядро планеты с небом что он там сказано было что-то банк данных те что кого почему куда это не то культура вуки блин ну вот почему так неудобно вот на самом деле здесь неудобно это я хочу почитать отзвук а потом пока его найдешь уже можно пристрелиться раз 200 как вам ребятки сила рук только проползти чисто на руках будь здоров блин да за а ну в смысле управляющий не жмет буковку е ну пожалуй я просто прыгну вниз а чё какого хера и стерять ничего да такая логика просто опять таки непонятно зачем дополнительно мне нажимать кнопку е чтобы ползти ой чуть чуть не прыгнул это все война клонов здесь война не заканчивалась все что мы сделали что-то имело смысл а я напомню что война клонов началась как раз таки когда империя вот эти вот свои закова заковырки за колючки за кого заковырыщ ты начала мутить клоны сначала были на страже республики потом переметнулись потому что они собственно и были заказчиками к имперцам клоном про прародителей всех клонов был джанго фетт это наемник из мандалорцев кстати который потом дальнейшем создал для себя отдельного клона но без модификации без усилителей просто чел просто вырос человеком и воспитывал как своего сына хотя он по факту был биологически клоуном его и назвал его оба фетт а зачем тоже известный наемник по сути тоже как бы косвенно является мандалорцем а мандалорцы это известные наемники у которых и честь и так далее есть кстати очень крутой сериал и я рекомендую вам его посмотреть мандалорец два и по моему два час сезона и еще один сезон будет в конце по идее этого года достойно внимания очень круто снят и все по вселенной звездных войн принципе канон соблюден неплохо и кстати про бобу фета тоже будет соответственно отдельный сериал что-то разогнались они там с этими своими сериалами о звездным войнам с другой стороны это круто если качественно снимать согласитесь да можем спасти но нужно быть осторожными не хочу ее напугать и не бойся мы не причиним вреда мы друзья понимаешь друзья не бойся это обломок корабля девятой сестры вытащим его сейчас будет больно прости спасибо беде вот и все не попадай больше в беду птица шио птица шио видят настолько редко что их когда-то считали мифическими существами строение тела и оперения позволяет им преодолевать значительные расстояния без значительных затрат энергии благодаря выдающемуся умению сохранять энергию шио редко покидают свои гнезда эксперты говорят что взрослая особь может охотиться вне а всего один раз в неделю эти птицы питаются слингами и в шоками вишоками из-за чего их считают защитниками вуки и лесов в рушир шир встреча с птицей шио считается большой удачей а увидевшие и обретают душевный покой окей где-то здесь ящик был я видел ящик на большом расстоянии вон теперь она большие уступы могу спрыгнуть запрыгнуть беде не хочешь проверить хорошо беде что это мой друг с этого дерева мне открылся самый прекрасный в мире вид во время подъема я много думал воле силы я нашел багана а теперь оказался здесь впереди еще долгий путь да ну куда мне теперь идти а право так а у нас подвести хочет не против я вообще не подвести и против а рука империи все-таки еще многого не коснулась и и и и и и и и а Продолжение следует... Продолжение следует... Что с твоим пончо? Кажется, я помню... По-моему, сейчас этот двусторонний меч будет. Меня раздражает то, что у Кэлла постоянно лицо... Рот открыт. Сидит... Такое, знаете... Двусторонний световой меч. Отлично подходит для подавления толпы. Используйте атаку силой, чтобы одолеть многочисленные группы противника. После успешного отражения атаки продолжайте парировать заряды бластера, чтобы направить их во врагов. То я как бы догадался... Мне всегда нравился двухсторонний меч. Прямо вообще... Когда я первый раз увидел двусторонний меч, это, по-моему, был Дарт Молл в первой части «Скрытая угроза». Ну, там у него красный был. Вообще кайф. Я его нашел. Астриум. Тысячи лет назад он был у мудрецов Зеффа. Я держу в руках частицу галактической истории. Я никогда не смогу отблагодарить Тарфула достойно. Ты понимаешь, что это значит, мой друг? Не нужно возвращаться на Датамир. Тьма препятствовала всем попыткам добраться до Астриума в гробнице Куджета. Однако сила... Сила открыла новый путь. Гробница Куджета. О, можно помедитировать немножко. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Датамир, блин. Блин, ну... Не может быть такого, что мне не нужно на Датамир. Прям вот совсем не может быть. А что... А что там? Подожди, я здесь был. Я отсюда пришел и как-то так резко переключил. А, тут я туплю просто. Ну, ничего бывает, извините. Забраться на первое дерево. Таксист нас подвезет, да? Нет! А вот и ты! Больше никого не убьешь. Не пойму, с чего вторая сестра решила, что ты чего-то стоишь. Она любит свои игрушки, но... И я не столь сентиментальный. По правде, жаль тратить время. Покончим с этим скорее. Ну, давай попробуем. Покончим с этим. Даже царапины не оставил. О, ловко! Угу. Обосрешься ты. Ого, ни хера себе. Ну, блин, конечно. С такими ручищем это размах. Сколько? Метра три. Запарил ты. Да, джедаи уже не те пошли. Уф, блин. И нет у меня силы. Уф! 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 Неплохо для отброса. А для джедая? А есть разница? Уф! Вип... Уф, блин... Уфу! Уф... да блин нужно помочь интересно все заново будет я вот это вот просто не помню а ты быстрый это было жалко это было капец и вообще каков как будто бы и знаете я прям в прострации к входу сейчас я грибу просто что я делаю вообще не понимаю а теперь за его друзьями с какого момента самого начала если то это а скорее всего самого начала и скорее всего да скорее всего я буду просто молчать на хрен это все что ты можешь а ты быстрый а 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 Накатывает слабость? Вернись сюда! Вернись сюда! Вернись сюда! Вот так лучше! Просто царапина! Как это в говно уму? Выручай, введи! Я бы тоже меня боялась! Нужен стим, веди! Нужен стим, веди! Нужен стим, веди! Ах! Нужен стим, веди! Не! Даже царапины не оставил! Субтитры сделал DimaTorzok Все кончено Став Инквизитором, я поняла, что пережить можно все Для того, кто уже потерял себя Рука, ничто Ты знаешь, я был аджедаем Будет весело схватить тебя Ведь ты сломаешься, как и все мы Ты злишься, тебя ждет одиночество Пытки, унижения От твоих друзей Я не дам их в обиду Теперь не остановить Империю Я остановлю тебя Да, мы победили Инквизитора Эй Мы думали, ты погибла Рад, что ты жива Надо возвращаться Цэра и Грис ждут нас Ну вот такая вот девятая сестра Блин, попалась нам О, жесть, конечно Ну понятно Пересказ, короче Пересказ того, что сейчас произошло Зачем Вот у меня еще одна ситуация Непонятна Для чего мне так Муторно и долго сейчас Бежать обратно Через всех этих монстров Через всех восстановленных Зверей Ну я знаю Я вообще на самом деле знаю Для чего это Это сделано для того Чтобы растянуть геймплей По времени При точном уклонении На короткое время Замедляет врагов И восстанавливает Немного силы Левальд О, я пожалуй Вот это возьму Класс Слушайте А я что-то даже и не помню Что такая штука была Сейчас все тараканы Вернулись Все Вот эта вся херня Зачем это делать Вот, гляньте Через всю карту Мне нужно обратно вернуться Непонятно Нахрена Просто Нахрена Шеньки Нахрена Хорошая штука Дроид Особенно такой маленький Прикольный дроид Да, отличная идея Была прям в упор Перед своей рожей Попытаться выстрелить В меня Ну Зачем Мне просто Достаточно Немножко Подпихнуть Что там Шагоход Это лежит Идти Идти Слушайте А я Получается Не так уж и далеко Да Сейчас на лифте Наверх Потом Прямо 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 Посмотрим Мне просто интересно О чем будет разговор С О, этот дебил стоит Здравствуйте Не ждали Видите Насколько проще Он стал Он просто Ничего не смог Сделать толком Красная кинди Добрый вечер Тебе плевать А ты еще кто там Опять Опять На арену Я не хочу попасть Берегись Света шумовая в деле Твой выход У него есть Он достал меня Так Так, ты Камадрил Кто-нибудь из вас Первый умрет Или нет Или что Почему у них Общее хп Правильно Под своих Кидай Тут чужие боялись Это будет просто Нас всех не остановишь Он увертливый Тебе не выжить Попал так попал А это она Женщина Все Не поможешь Готовы Красной кинди И кто-то там еще Побеждены Слушайте Но я их тут Совсем не ожидал Увидеть Прям вообще Кордова считал Что ключ Хранилища На Датамире Ты нашел Своего Вуки? Ага Но дела там Внизу плохи Империя повсюду Инквизиторы? Ну Трилы Второй сестры Пока нет Но она все еще Преследует нас Я победил Девятую сестру Кэл Когда меня схватила Империя Я держалась Я поклялась себе Что скорее умру Чем заговорю Но затем Эта Темная тень пришла И это было Хуже любого Кошмара Который я могла Представить Но я еще держалась Но в конце Я все же сломалась И выдала им Трилу Да, я знаю Что уже никак Не могу исправить это Но Кэл У нас еще есть шанс Спасти других Тех, кто в Голокроне Так, ладно Девятая сестра Говорила о том Что стать Инквизитором Это Это неизбежность Но ты прошла Через то же Что и она И не присоединилась Кэл Все хорошо Церы Мы найдем Голокрон Кордовый Эй А ну убери лазер От моей еды Ну, друзья На этой Прекрасной ноте Мы, пожалуй, закончим Да, ну эту серию Продолжение следует Естественно Также, если понравилось видео Поставьте лайк Обязательно Подпишитесь на канал Оставляйте комментарии Кликните этот Гребаный колокольчик Чтобы он звенел Туда, куда нужно Это Все Вот это все Вкупе Я не просто так прошу Если это Ничего не нужно было делать Ребят Никто бы Ни один из ютюберов Не просил бы это делать Но это очень сильно помогает Это мало того Что продвигает На ютюбе Дальше видео Попадаешь больше В рекомендации Это показывает ютюбу О том, что твое видео Не мертвое О том, что на нем Есть какая-то активность Ну и, конечно же Это стимулирует Делать контент Делать его лучше Улучшать Что-то придумывать И так далее Тому подобное В общем Заглядывайте также В мои соцсети Безумно буду рад Если вы на них тоже подпишетесь Ну и, соответственно Берегите себя Всем удачи Пока-пока